Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Что предполагают плановые и внеплановые проверки инспекторов труда и как к ним подготовиться? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела производственных видов экономической деятельности и строительства Государственной инспекции труда в Самарской области Светлана Петухова. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. Скажите, пожалуйста, каковы те причины, по которым инспекция труда может прийти на предприятие и начать проверку? Вот в основном что провоцирует? Государственные инспекторы труда в целях осуществления федерального государственного надзора имеет право проводить плановые и внеплановые проверки работодателей, юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм собственности. То есть и частные, и государственные в любом случае. Предприниматели, в том числе физических лиц, не являющихся также работодателями, на территории всей Российской Федерации в пределах установленных законодательством. Данные причины установлены регламентированно в 360-й статье Трудового кодекса, а также 294-м федеральным законом о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по защите их прав в рамках проведения федерального надзора муниципального контроля, который регламентирован в 294-м федеральном законе от 26 декабря 2008 года. Скажите, пожалуйста, когда проводятся плановые проверки, что проверяется и как часто? Плановые проверки у нас проводятся на основании, в соответствии с утвержденным планом проведения проверок. В конце года на сайте инспекции Генеральной прокуратуры был вывесен план плановых проверок на 2017 год. То есть к ним уже можно подготовиться? К ним уже можно подготовиться. На сайте каждого федерального надзорного органа имеется перечень основных вопросов, которые проводятся инспекцией в рамках осуществления вот этого государственного федерального надзора. И там имеется также перечень, который необходим работодателям, имеют локальные документы, разработанные, утвержденные. Также вот сейчас есть сайт онлайн-инспекции, где каждый работодатель может зайти туда, на этот сайт, и себя протестировать на соблюдении трудового законодательства. Также имеется там, он может получить какие-то вопросы-ответы. Насколько комфортны вот такие проверки для самих предпринимателей, руководителей? Немного они времени отнимают, потому что можно сказать, год заканчивается, допустим, и тут вот еще проверка. Особенностью проведения проверок является, как бы сказать, предмет проведения проверки, является как бы основание для проведения проверки, это особенность, и вот является вид проведения проверки, вот как я сказала, плановая и внеплановая. Тем более, что можно заранее подготовиться, да, и тогда это займет меньше времени. Ну, это если к плановой проверке можно заранее подготовиться. Потом имеются особенности сроки проведения проверки, как вы уже заняли, периодичность проведения проверки. Допустим, если плановые проверки, в соответствии с утвержденными планами, они проводятся один раз в три года. Не чаще, да, не часто. Поэтому вероятность, даже еще когда формируется план, еще в каждые три года не вот возможность есть у работодателей попасть. А внеплановые проверки проводятся по основаниям, указанным в 360-й статье Трудового кодекса Российской Федерации. А кто вот может стать инициатором такой проверки? Работник, руководитель? Как это бывает? Ну, основанием для проведения проверки, предусмотренной 360-й статьей Трудового кодекса, является сведением об исполнении предписаний, выданного органам Государственного федерального надзора работодателями в установленный законом срок по соблюдению Трудового законодательства. Сейчас вот с 3 октября вступили изменения в 360-ю статью. Допустим, сейчас вот я скажу, если раньше было, что внеплановые проверки проводятся по основаниям обращений граждан, которые, допустим, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации, поступивших от государственного надзорного органа, то есть должностных лиц Федеральной инспекции труда, от федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют надзор, контроль за соблюдением разных законодательных актов, из органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, допустим, средств массовой информации, о нарушениях трудового законодательства, допустивших работодателям и соблюдении требований трудового законодательства и их нормативно-правовых актов. Но сейчас вот это было в старой редакции, которая действовала до 3 октября 2016 года. Сейчас вот внесены изменения, повлекшие за собой возникновение угрозы здоровья и жизни работника, и не было вот до 3 октября, если там, допустим, в части невыплаты также заработной платы или выплата заработной платы не в полном объеме, допустим, в установленный законом срок причитающихся там других выплат работнику. Но это же работник все равно должен сам жаловаться, да? Который не получил заработку нет? Нет, это и средств массовой информации. То есть, если, допустим, прошел сюжет в новостях, выехал корреспондент на предприятие, сказал, что здесь уже 6 месяцев не в полном объеме. Допустим, меньше минимального размера оплаты труда установленных законов. Это уже основанием для проверки. Основанием для проверки. Ну, вот эта часть статьи 360-й, здесь, если возникает угроза причинения здоровья и жизни работника, проверки проводятся незамедлительно, с уведомлением органов прокуратуры, установленной законом срок, но без уведомления работодателя, в отношении которого будет проводиться проверка. Допустим, если следующее основание для проведения внеплановой проверки, это письменное обращение работника о нарушении работодателем его трудовых прав. Это тоже проводится проверка, она проводится незамедлительно. А вот незамедлительно это как? Вот это же не значит, что... Ну, вот поступило обращение работника, допустим, о нарушении его трудовых прав, и мы должны реагировать, организовать проведение проверки. В данном случае мы тоже, так же, как и по предыдущему основанию, не уведомляем работодателя и проводим вот эту проверку без уведомления работодателя. То есть поступило обращение, мы берем распоряжение на проведение проверки, решаем в части какой, вот она необходима провести внеплановую, либо выездную, либо документарную. Приходим к решению и проводим вот по данным основаниям проверку. А вот из вашей практики каких обращений больше? На что жалуются? Вот для внеплановых проверок какие основания? Какие причины? Для внеплановых проверок это не выплата заработной платы, выплата заработной платы не в полном объеме, не выплата других причитающихся работнику выплат со стороны работодателя, допустим, не своевременной выплаты полного расчета работнику при увольнении. Также, ну как бы сказать, проверка может проведена и по еще одному основанию. По требованию работника, по проведению проверки, его условий труда и охраны труда на его рабочем месте, которое предусмотрено 219 статьей настоящего Трудового кодекса Российской Федерации. Вот если подробнее о невыплатах, ведь когда не платит руководитель, значит нет денег. Вот как решаются эти вопросы? У вас постановление какое-то, да? Нет, мы берем, поступает от работника письменное обращение, что, допустим, работодателям не выплачивается зарплата в установленный законным срок, который предусмотрен в 136 статье. То есть зарплата должна производиться, выплачиваться работнику два раза в месяц. Вот, допустим, она не выплачивается, идет накопление, либо не в полном объеме. Работник пишет, что вот на таком-то, у такого-то работодателя он не происходит. Мы сразу обязаны провести проверку, проверить, взять справку о соблюдении работодателем сроков выплат, заработной платы, задержку какая там установить и выдать предписание, ну и соответствующие меры нашего воздействия. То есть мы должны, как бы вот в отношении этого работодателя... А работодатель не штрафуется, если вот он уже нарушил? Наказывается, наказывается в рамках кодекса административных нарушений. А как потом вы можете удостовериться, что были выплачены деньги работникам? Мы выдаем в отношении работодателя предписание. Вот одно из основных тоже видов, что Государственная инспекция труда может организовать проведение проверки, исполнение предписания... Да, потому что проверить одно, а что вот это будет ликвидировано. Да, что он погасил ли вот эту задолженность перед своими работниками, либо нет. Мы также выполняем ранее выданное, проводим проверку исполнения работодателем предписания. Да. И особое отношение у нас к предприятиям частного, малого бизнеса, да, вот часто с высоких трибун мы слышим какие-то льготы, все к ним нужно относиться по-особенному. Вот в отношении... От Государственной инспекции труда какое-то есть особое отношение к этим предприятиям? В период 2016-2018 года как бы в отношении малого и среднего предпринимательства объявлены надзорные каникулы. То есть мы, они, данные предприятия не включаются в проведение плановых проверок. Это в течение какого времени? В 2018-го год? 2016-2018 год. Три года их проверять вообще никак не... Мы не проверяем и не включаем в план, независимо от того, даже были ли раньше там проведены внеплановые проверки, либо не были проведены внеплановые проверки. И даже вот если сотрудник пожалуется, что ему вот малое предприятие не выплачивает зарплату, вы тоже не будете? Плановые нет. Только проводим внеплановые проверки. Реакция на жалобы все-таки будет, да? Указан в 360-й статье, да. Допустим, они проводят с такой периодичностью, вот, допустим, поступил от одного работника письменное обращение, через 2-3 месяца может поступить, от другого работника. Вот он выполняет предписание, но тем самым потом продолжает вот эти нарушения трудового законодательства. Поэтому все равно проводится опять проверка в отношении данного работодателя. А где вы сказали, что можно найти информацию, вот будет проверка, когда... Это на каком, на каких источниках? Допустим, информация находится на сайте вот Государственной инспекции труда, на сайте Генеральной прокуратуры. Вот сейчас план там... О Генеральной прокуратуре, какое отношение? На 2000... Ну, так они... Мы тоже с ними проведение вот этих проверок, они проверяют, согласовывают с нами, да. То есть можно заходить на сайт... Да, и можно найти, что какие предприятия... Ну, уже сейчас фактически 2016 год подходит к концу, а вот на 2017 год вот работодатели могут, да уже будут эти проверки появятся в последнюю там неделю на сайте, вот которые будут запланированы на 2017 год. И желательно вот тех работодателей, которые там отнесены к малому и среднему, если они себя увидят, чтобы они зашли на сайт налоговой инспекции, и проверили, к какому они относятся к малому, среднему там предпринимательству, и тогда они имеют право подать заявление в Государственную инспекцию труда об исключении их из плана проведения проверок. Ну, к проверкам нужно подготовиться. Скажите, пожалуйста, Государственная инспекция труда за какой срок обязана уведомить предприятие при плановых проверках? При плановых проверках Государственная инспекция труда направляет распоряжение и уведомляет работодателя за три рабочих дня. Так мало? Ну, они вообще-то себя в плане видят, и они уже должны сами готовиться к проведению проверок, и они уже должны быть готовы, потому что план мы этот размещаем в свободном доступе. И в начале года они имеют право зайти, посмотреть, там они есть или нет. А за три дня вы предпринимаете, что будет инспектор? Мы направляем распоряжение о проведении проверки, в данном распоряжении указаны вид проведения проверки, сроки проведения проверки, основания проведения проверки, и каким должностным лицом будет проводиться проверка. Есть ли такие документы, которые должны быть всегда, независимо, проверка, не проверка, предупрежден, не предупрежден, вот всегда документы эти должны быть в порядке и готовы в любой момент? Ну, я как сказала, уже на сайте, вот на каждого надзорного органа имеются все те перечни вопросов, которые будут у нас проверены, исследованы, и также тот перечень вопросов, которые должен у работодателя, в соответствии с которым должны быть разработаны локальные нормативные его документы. Вот часто проблемные ситуации возникают с журналами по технике безопасности, быть может, вы обратите внимание, как они должны заполняться, как сам работник должен к этому относиться, потому что иногда подойдут без всякой лекции о профилактике каких-то... Ну, как бы сказать, у нас сейчас... Распишись и все, а потом весь готовый журнал. Это техника безопасности. У нас есть охрана труда, которая включает комплекс целых мероприятий, в том числе, и там маленькой, и там это, является эта техника безопасности. Это целый комплекс мероприятий по осуществлению там. И вот у каждого работодателя, допустим, должны быть журналы регистрации водного инструктажа, которые проводятся при приеме на работу с каждым работником, в том числе, даже если работник приходит в качестве экскурсии, либо для прохождения там практики, командированный такой какой-то вот приезжает. Здесь все должны быть там зарегистрированы в журнале проведения водного инструктажа. Ну, а потом инструктажа на рабочем месте. Это уже непосредственно весь персонал, который работает у того или иного работодателя, у того или иного юридического лица. И когда вот вы говорите, что там работнику дают и говорят там распишись, ну, это считается, что формальное проведение инструктажа на рабочем месте. Во-первых, работник при проведении инструктажа должен ознакомиться с инструкциями по охране труда, по профессии и видам выполняемых работ, с технологическим процессом, который он будет выполнять по обработке той или иной детали, с требованием по работе данного конкретного вида оборудования. Там целый комплекс, он должен быть ознакомлен. А как он, если распишется формально, не будет знать, то это может привести к возникновению угрозы здоровья и жизни работника. Поэтому... И причем потом не в его пользу сыграет? Конечно, не в его пользу. И потом, если имеется подпись, то как бы уже... Что предупреждено. Люди уже взрослые должны, если там указано, что инструктаж проводится по таким и таким инструкциям, он должен быть ознакомлен с содержанием данных инструкций. Вот вы курируете такую ответственную, серьезную сферу производственных видов экономической деятельности и строительства. И как мы знаем, что именно в строительстве большое количество несчастных случаев. В большинстве случаев и нарушений встречается. Вот скажите, пожалуйста, как работает ваш отдел, который вы возглавляете? Сколько у вас сотрудников? Как вы реагируете? Вот как эта работа строится? Это строится... Очень серьезная сфера. Очень серьезная сфера. А что в ней входит? Вот здесь вот экономическая деятельность. Что производственные виды экономической деятельности? Ну, это все предприятия, нефтедобыча, все вот где осуществляется производственные виды деятельности, то есть выпускается продукция какая-то, это вот все заводы на территории нашего региона, и в том числе строительство, производство строительных материалов. Все вот это входит в наши отделы, в надзорные органы, вот это, которым мы проводим проверки при поступлении письменных обращений работников. И вот... Ну, вы уже не первый, уже год мы с вами уже сколько раз встречались, работаете. Какие тенденции, вот как вы можете заметить, вот в вашей работе, что вы замечаете? Меньше становится несчастных случаев в этой сфере, или больше жалоб? В случаях как-то и жалоб письменных обращений работников меньше не становится. Поэтому все время фактически имеются одни и те же нарушения, но будем говорить, они допускаются не одним и тем же работодателем и юридическим лицом, но фактически вот, как бы сказать, нарушения. Каждые вот документы мы рассматриваем юридического лица, обследуем здания, сооружения при проведении там плановых проверок, и выявляем вот нарушение трудового законодательства иных нормативно-правых актов. Выдаем предписание, ну и там соответствующие выводы. Составляем протокол об административном правонарушении, выносим постановление в рамках Кодекса административных правонарушений. Тем более сейчас уже с 2015 года здесь уже ответственность расширена, и поэтому разнесена по частям, и наказание, конечно, очень суровое. Но сейчас вот ждем тоже изменений, которые вступят также в Кодекс административных правонарушений, и 294-й федеральный закон, который с 2017 года вступит, поэтому там будет уже отдельное у нас. Вы сказали, что жалоб меньше не становится, они же поступают не только вот в письменном виде, а сейчас еще и в электронном. Они поступают и в электронном виде, они поступают и на разные онлайн-инспекции, они поступают по поводке, они поступают также из других органов. Мы вот, когда я сказала, при осуществлении надзора другими органами, которые вот смотрят, что данный вопрос относится к нашей компетенции, они нам в нашей части их перенаправляют. Много письменных обращений для проведения внеплановых проверок поступают к нам также из органов прокуратуры для осуществления надзора, тогда, когда к ним поступают материалы и письменные обращения тоже. Они также нас иногда привлекают, либо к нам перенаправляют данные письменные обращения работников о нарушении. А есть ли разница в сроках реакции на обращение? Вот если частное лицо, допустим, какой-то работник написал, или целое, или прокуратура, или целое какое-то там ведомство к вам обратилось, или у вас одинаковые сроки? У нас одинаковые сроки, которые регламентированы 59-м федеральным законом о рассмотрении письменных обращений граждан Российской Федерации, который срок осмотрения письменных обращений 30 дней. Но если, допустим, нам необходимо дополнительно запросить в ходе проведения, мы запрашиваем документы, и в рамках их исследований нам еще возникает необходимость дополнительного запроса, то есть мы не можем вынести решение, и требуется необходимый дополнительный документ для рассмотрения и принятия решения, то письменное обращение может продляться еще на 30 дней, но не больше. Понятно, то есть максимум 2 месяца получается, 30 плюс 30. Вы сказали, что ужесточается и наказание, да, вот меры воздействия. Расскажите, пожалуйста, о штрафах, в каких случаях они выносятся, в каких размерах, и вот насколько они вот сегодня действительно серьезны. Ну, если у нас, допустим, с 1 января 2015 года, если было за нарушение трудового законодательства иных нормативных правовых актов, была одна часть статьи 5.27, то с 1 января 2015 года у нас вступила, как бы, часть статьи 5.27, она разделилась на две части, 5.27 и 5.27.1. И в этой каждой статье еще много частей, где там есть, где предусмотрена административная ответственность в виде штрафных санкций, где в виде предупреждения. Поэтому из каждой части сделали фактически статьи. Две статьи из этой статьи, и в каждой статье по 5-6 частей. Поэтому штрафные санкции очень большие. Тем более, вот, в части по охране труда, статьей 5.27, это там за нарушение государственных нормативных требований, содержащих требования охраны труда, которые не входят в часть 5.27, статьи 1. Здесь предусмотрены штрафные санкции юридических лиц и физических лиц, в том числе лиц без образования, вот этих физических лиц без образования этого. И здесь уже предусмотрены очень большие санкции, там 5 тысяч, в отношении юридических лиц от 50 до 80 тысяч, за непроведение специальной оценки условий труда, либо ее нарушение порядка проведения. Там уже штрафные санкции от 60 до 80, но могут быть вынесены предупреждения. Потом в третьей части предусмотрено проведение обучения, либо проведение, не проведение работнику медицинских осмотров. Здесь этой частью предусмотрена множественность, и поэтому там тоже штрафные санкции. Потом за необеспечение работников специальной одеждой, там тоже такие санкции. Поэтому все те санкции, которые осуществляются в Федеральный надзор за соблюдением трудового законодательства, выносятся в отдельные вот эти... Понятно. А вот если вы сказали про медосмотр, тоже такая тема. Иногда работодатели говорят, иди там за свои деньги, проходи. Нет, а согласно 212 статье Трудового кодекса, медицинские осмотры проводятся за счет собственных средств работодателя. Если работодателем заключаются договорные вот эти обязательства с медицинским учреждением, он направляет работника на прохождение медицинского осмотра, выдает ему направление, данные направления должны регистрироваться, и потом уже работник должен проходить к работодателю и трудоустраиваться на работу с проведенным медицинским осмотром предварительно. Это, наверное, редкий какой-то случай, наверное, предусмотренный. Потому что не факт, что этот работник потом будет работать в этом предприятии. Ну, независимо, это тоже существует и риск работодателя, и риск работника. Допустим, если работодатель примет работника без медицинского осмотра, у него будут какие-то противопоказания. Потом еще больше проблем будет. Допустим, этот работник может принять профессиональное заболевание, потом в рамках 125-го федерального закона. Либо еще какие-то, допустим, он будет допущен при работе на том оборудовании, на котором он не может работать. С ним произойдет какой-то приступ, и что может привести к несчастному случаю на производстве. А скажите, пожалуйста, медосмотры работник обязан проходить во всех сферах, или это только там торговля, питание? При приеме на работу во всех сферах. Даже вот там, ну просто вот сидит в кабинете человека, какая-то такая у него легкая работа в любом случае. Ну, работодатель должен быть удостовериться, здоровый ли работник, может быть он работник. Ну и здесь еще, допустим, прохождение медицинских осмотров, ну должно учитываться, есть необходимость, нет, либо в какие условия идет работник работать. И прежде чем работник трудоустроится, он должен быть ознакомлен со стороны работодателями с теми условиями труда, в которых он будет трудиться. Понятно. Многие тоже работодателям не соблюдается. А в каких условиях труда работник будет трудиться, это подтверждается результатами специальной оценки условий труда, либо еще, которые независимы. Вот я хотела как раз про специальную оценку условий труда поговорить немного. Это же новшество было, вот какие-то первые итоги можно подвести? Перестроились? Ну, перестраиваются работодатели. Потому что это же вот раньше другая система была оценки условий. Перестраиваются, да, раньше было проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Но еще есть некоторые работодатели, где действует результат аттестации рабочих мест, потому что независимо от вступления федерального закона о специальной оценке условий труда, который был принят 28 декабря 2013 года, что он вступил с 1 января 2014 года, если у работодателя имеется аттестация рабочих мест и срок ее еще не есть, у 5 лет. То есть они еще действительно результаты. По старой схеме. Да, по старой. Но обязанность о проведении специальной оценки условий труда у работодателя возникла там, где она не была проведена, с 1 января 2014 года. И еще хотелось бы услышать от вас об ответственности за неисполнение. Вы говорите, что есть предписание, ГИД оставляет в результате проверки. Если не исполняют его, вот что происходит? Есть некоторые работодатели, которые не выполняют выданные при проведении Федерального государственного надзора должностным лицом предписания в установленный законом срок. Значит, в отношении, как я сказала, статьей 360, частью 2 предусмотрено проведение внепланной проверки за неисполнение в установленный срок предписаний со стороны работодателя и о нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых требований. Здесь уже государственный инспектор имеет право провести внеплановую проверку по исполнению, издав распоряжение на проведение проверки, как я сказала, по основаниям, указанным в 360-й статье, пригласить работодателя, либо сделать выездную, либо документарную проверку. Здесь нас никто не ограничивает. Проверить вот это исполнение предписаний, составить акт проведения проверки и направить, составить протокол об административном правонарушении. Потому что, когда должностное лицо при проведении государства Федерального надзора выдает предписание, он знакомит работодателя, что в случае ненадлежащего исполнения работодателям вот этого выданного предписания предусмотрена ответственность с частью 23 статьи 19.5. Здесь вот предусмотрено, за данные вот это неисполнение предусмотрена вот ответственность на должностное лицо от 30 до 50 тысяч рублей, на физическое лицо без образования вот этого предусмотрено также от 30 до 50. И в отношении юридического лица предусмотрены штрафные санкции от 100 до 200 тысяч рублей. Да, поэтому лучше вовремя все. Поэтому если, допустим, вот как я сказала, уже не факт, что со стороны вот этого работодателя не поступит данное письменное обращение, данный факт не повторится, то здесь уже предусмотрена дисквалификация должностного лица на срок от 1 до 3 лет. Да, как серьезно. И еще последний вопрос, очень коротко. А действия инспекторов, государственной инспекции труда, можно обжаловаться? Потому что вдруг не согласен. Конечно, можно обжаловаться. А в каком порядке? С 361 статьей Трудового кодекса предусмотрено, что в случае вот этого может работодатель обращаться к главному государственному инспектору, вышестоящему, то есть к руководителю. То есть это тоже, это вот должно быть все справедливо. Спасибо большое, Светлана Геннадьевна, что пришли, рассказали об такой серьезной теме. Приходите еще. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!